А скажите, пожалуйста, фиксируете ли вы моменты деморализации российской армии, увидя то, о чем ранее Каролина говорила, о огромных потерях на бахмутском направлении российской армии, о огромных потерях вагнеровцев, о чем говорил сам лично Пригожин в недавнем интервью. Деморализация, есть ли она? И как она влияет, собственно, на ведение боевых действий? На самом деле, вот те перехваты радиопереговоров, переговоры по мобильным телефонам, информация от пленных, она очень существенно подтверждает эти слова. Морально-психическое состояние противника очень низкое. И совершенно понятно, почему. Потому что если бы у врага были какие-то победы и значительные успехи, то это одно. А когда ты сидишь в окопе, не понимаешь, что ты тут делаешь в чужой стране, еще и получаешь негативную информацию от того, что происходит в окопе, это точно не предполагает какие-то там радостные реляции. То есть ситуация очень серьезная у них, низкий морально-психотический уровень, огромная проблема у них не только с личным составом, а и в первую очередь с командным составом, который не понимает, какие команды получать и как их выполнять. И это все в комплексе очень серьезно влияет на боевой дух, так называемый, этой армии. И это один из тех моментов, который, я надеюсь, поможет нашим вооруженным силам решить свою задачу, которую они должны выполнить в ближайшее время. Но здесь еще немаловажным фактором является то, что, несмотря на то, что, безусловно, мы стараемся сделать максимально известными факты потерь российской армии, но явно бы подействовало, если бы все матери, жены тех, кто уже погиб в этой войне, которую Россия развязала на территорию Украины. К примеру, 9 мая вышли бы с фотографиями своих погибших сынов, мужей, отцов. И для того, чтобы Россия увидела реальные потери, не просто в цифрах, а в фотографиях и, что называется, в личностях, которые действительно больше никогда не вернутся на территорию России, и которые погибли, скажем так, ради каких-то амбиций императора самопровозглашенного. Как считаете, вот если бы такое мероприятие состоялось в России, это бы повлияло на политическую ситуацию? Не, я не думаю. К сожалению, психология российских граждан вообще очень такая странная. И мы неоднократно видели, когда те же родственники погибших наоборот высказывали, что вот наши погибли, почему другие должны где-то там прятаться. Пускай они тоже идут на войну. То есть вот такая логика. И сказать, что вот они там массово будут выходить. Ну, во-первых, они отменили этот бессмертный полк по всей России, начиная, не знаю, от Ленинграда, заканчивая за Байкалем. Единственное, что вот я только увидел, что за границей там где-то они пытаются провести те мероприятия. В России это мероприятие закрыто. И, наверное, одна из этих причин, что действительно кто-то мог выйти с портретами. Количество этих портретов могло быть огромное. И вопросы о том, откуда эти люди и кто они такие могли возникнуть. А предпосылки были, потому что в прошлые года, еще до начала активных боевых действий, выходили люди с портретами, например, не только погибших ветеранов Второй мировой войны, но и с портретами участников афганской кампании, участников чеченской кампании. И даже с портретами тех, которые воевали в Украине с 2014 года. Поэтому понятна была боязнь властей Российской Федерации, что массовое участие родственников погибших уже теперь в этой военной кампании могли просто действительно привести к каким-то непонятным действиям. Это раз. А во-вторых, под шум вот этих вот бессмертных полков могли выйти альтернативные какие-то группы, которые именно были рассчитаны на ситуацию. Именно для того, чтобы показать власти, что не все так однозначно. Поэтому решили просто отменить это все дело. Виктор Николаевич, безусловно, мы понимаем, что решили отменить... Граждан Российской Федерации, к сожалению... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова